Плановые проверки по месту жительства проводят не реже одного раза в пять лет, хотя стараются делать это все-таки чаще. Однако существуют случаи, служащие поводом для внепланового контроля. И поручение президента стало одним из них. В первую очередь смотрят наличие разрешения на каждый ствол, а также условия хранения. Просто так в деревянный шкаф оружие и патроны к нему положить нельзя, только металлический сейф или ящик, которому доступ есть только у владельца. И на момент проверки все ружья и пистолеты должны находиться именно там. В случае положительного результата проверки, то есть никаких нарушений зафиксировано не было, соответственно мы составляем акт проверки условия обеспечения сохранности оружия. В случае выявления каких-либо нарушений, то есть срок действия разрешения истек на момент проверки, мы пришли проверять, либо оружие хранится вне сейфа, привлекаем граждан к административной ответственности. Штраф за нарушение условий сохранности от 500 рублей до 2000, а само оружие могут изъять. Владельцы со стажем всю свою ответственность понимают. Например, Николай Макаров занимается охотой уже не один десяток лет. Сейчас у него в арсенале три голодкоствольных ружья и одно нарезное. Сейчас в жизни может и даже Череноков, как говорят, выстрелить, а это действительно оружие боевое. Оно опасно по всем, как говорится, канонам, какие есть. Где-то что-то не так повернул, не так что-то нажал на что-то и может произойти выстрел в момент и быть, как говорится, несчастье. Поэтому это очень серьезно. Не каждому, наверное, и надо это. Я просто бывший человек военный. Работы у силовиков на этот год много. В течение 22-го нужно заехать в гости ко всем владельцам оружия в регионе. Всего под контролем Росгвардии в Тамбовской области свыше 27 тысяч владельцев гражданского оружия. На руках у них почти 45 тысяч единиц. Только с начала этого года провели уже около 250 проверок, в ходе которых выявили и пресекли 28 административных правонарушений и изъяли 20 единиц оружия. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.